Человек собаке друг, а вот собака человеку не только. Она может быть и лисой, и волком, и медведем, и даже колобком. Это доказали представители клуба собаководов Романов на Мурмане. Здесь для маленьких мурманчан организовали театрализованное представление с участием домашних питомцев. Что-то голодная старушка, завалялась где горбушка, кушать хочется чуток, испеки мне колобок. Ребята из группы «Дети ангела Мурманска» уже давно дружат с мохнатыми питомцами из клуба собаководов Романов на Мурмане. Походы в гости к животным – своеобразная терапия. Для детей с врожденными нарушениями здоровья – это возможность не только поиграть с собаками, но и пообщаться со сверстниками, получить позитивные эмоции. Мне очень сильно, вот тут даже дают повыступать немножко с животными. Вот в Кировке были, я выступала с Юриком. Он очень любит сыр. Из раза в раз друзей у клуба становится все больше. И каждый пришедший однажды возвращается. Не отпускает дружеская атмосфера встреч. Первый раз на таком мероприятии в этом клубе. И очень такие ощущения, действительно, у семьи. Очень здорово видно, как руководство клуба к деткам относится. И к животным. И танцевали. И танцевали, вот, да. Тебе понравилось? Да. Очень понравилось. Собака-бабка, собака-дед, волк, лиса и даже медведь. Произносить слова своих ролей псы не умеют. За них это делают хозяева. Но играют, как заправские актеры. Сказка «Колобок» в исполнении четвероногих буквально оживает на глазах юных мурманчан. Вот навстречу по дороге брел медведь к своей берлоге. Ну и чудный, дуще лес. Для того, чтобы несколько минут представления прошли на ура, участникам клуба собаководов и их питомцам пришлось проделать огромную работу. У нас было шесть репетиций. Мы подбирали костюмы. Мы подбирали музыку. Мы подбирали, у нас был отбор актеров на определенные роли. То есть все очень серьезно. И не каждый справился. В общем-то, это как называется, кастинг или когда отбор. Было много желающих, но отобрали лучших. Костюмы для животных хозяева собак делают сами. Помимо главных действующих лиц в сказке есть и другие роли. Тоже в исполнении псов. Золотистый ретривер Ральф, например, в сегодняшнем представлении был цветочком. Его хозяйка Наталья Салатова уверена – роль под стать любимцу. Собака такая же светлая, жизнерадостная и веселая. Да и детей любит. У этой собаки очень подходящий характер и темперамент для детей. Он сам по себе. Такая порода, что она дружелюбная. Огромную помощь в таких представлениях клубу оказывают волонтеры. Девчонки-школьницы приходят сюда помогать после занятий. Все свое свободное время посвящают четвероногим друзьям. Взамен получают тоже немало. Поначалу сложно, но потом уже привыкаешь. Конечно, это все равно труд. Нужно их воспитывать, убирать за ними. Но зато они дают нам взамен любовь и преданность. Такие встречи проводятся уже в течение трех лет. Каждый раз гости отсюда уходят с неизменными улыбками на лицах. Да, зайчик. Очень застенчивая. Ой, ну какая красивая. В то же время постоянно расширяется штат мохнатых актеров. Совсем скоро в постановках помимо собак будет принимать участие и зайчиха. Молодой питомец клуба романов на Мурмане. Субтитры сделал DimaTorzok